давайте теперь про телеграм посмотрим про безопасность ну не про безопасность а про пиздец телеграме то все есть у нас редру старая городская легенда об онлайн трансляциях в даркнете где убивают людей а зрители могут донатить и давать палачу задания само слово редру вот представьте вообще себе просто что в интернете где-то есть трансляции с тем как ну вот делал вот с людьми прямые трансляции стримы прикиньте на и там сидят психи просто иногда очень богатый очень богатый drum этом реально вот пока вы смотрите в реально есть такие стримы мурдер она же с английского убийства просто написанное наоборот но что если я скажу тебе что редру мы не только существуют но и все это время они были в открытом интернете а ты о них даже не догадывался сегодня я расскажу как проходят стримы со смертью людей где маньяки находят своих жертв и какой в этом вообще смысл а еще мы оценим насколько для роли жертвы подходишь ты я вообще не подхожу для роли жертвы ваня типа снаф видео если по простому и в двух словах то это видосы на которых запечатлена насильственная смерть но с ними как и с редрумами есть одна маленькая проблемка само это видео это уже доказательство твоей виновности тут тебе и жертва и убийца осталось его только вычислить ну а поскольку видео уже в интернете то и цифровой след он однозначно оставил баянистый пример но был такой персонаж по имени лука маньота он расчленил изнасиловал и даже немного съел китайского студента но что еще более страшно он убивал котика и вот когда он снимал эти свои видео убийств он уже понимал что его будут искать но попадаться он не хотел поэтому свои следы путал например включал на фон своих видео российские каналы по телевизору чтобы зрители подумали что он и сам живет в россии но он не знал что выдадут его мелочи по форме розеток зрители поняли что он не в россии потом они увидели плед с волком не стали пробивать такой же на ebay чтобы посмотреть кто его покупал а еще в одном из видосов засветился желтый пылесос который как сказали пылесосные специалисты продавался только в северной америке все это круг поиска сужала на задачу усложнял еще и тот факт что маньота постоянно менял свое местоположение по итогу попался он в берлине причем совершенно случайно он зашел в местный компьютерный клуб и стал себя гуглить не заметив при этом что один из присутствующих уже и сам читал новости о его подвигах так что прямо там его и приняли в чем была его мотивация ну все указывало на то что маньота просто нарцисс психопат который всегда хотел привлечь к себе внимание еще долл вот с такими разговаривание разговаривает а псих это просто это просто какой-то пораженный участок мозга убийство в течении таких но надо в психушку не двух лет он пытался написать о себе статью в википедии но каждый раз она удалялась как незначимая потом он снимался в гей-порно но и тут гачи мучи мемом стать не смог но в итоге как видишь у него все один вопрос почему эти сайты не заблокируют после блокировки да потому что эти сайты они не верхнем интернете то есть я не знаю бля по сути не совсем моя специальность это у интернет-безопасников но просто эти сайты они располагаются в даркнете в которой не зайти через вот этот браузер и через какой-то другой а зайти можно через два браузера по моему ну не буду говорить каких но в чем дело во первых там ссылки не такие знаете вот здесь youtube.com там ссылки 1 2 3 . . и так далее и так далее и так далее и они постоянно меняются они динамические поэтому нет какого-то конкретного адреса который надо заблокировать там чтобы попасть на эти сайты это буквально это ну сравнимо с тем что человек лично передать человеку от какую-то штуку и только так можно попасть на сайт то есть допустим на youtube из вас может каждый попасть а на те сайты могут попасть только определенные а получилось и даже статья на википедии есть поэтому да никогда не сдавайся а ты откуда знаешь сам сидишь на мне ребята если туда если начинать там сидеть то ты стоишь под угрозу вообще буквально все свое существование потому что тебя не сколько полиции найдет сколько надо какие-нибудь психопаты а вывод тут один если ты снимаешь видео своих преступлений и выкладываешь их в интернет тебя очень быстро поймают а уж если ты ведешь якобы анонимную прямую трансляцию и устроил red room то это еще опаснее потому что многое может пойти не по плану но что если организовать red room удаленно оставаясь просто никнеймом из интернета жертвы будут сами себя истязать и даже убивать а ты не тронешь их и пальцем все что ты делаешь это отдаешь приказы в чатике звучит неправдоподобно согласен чем-то даже напоминает сюжет тетради смерти где можно было записывать имя человека и выбирать способ его самоубийство ну что если я скажу тебе что нечто подобное происходит прямо сейчас да еще и не в даркнете на самых привычных для тебя сайтов 2021 год началось все с того что в дискорде появился чел с ником бред 760 да ребята в дискорде есть блять был какой-то трэш сервер короче я слышал про это в дискорде был какой-то трэш сервер где челы нахуй ходили просто в прям на выпках голые там хуйню делали какую-то которым люди говорят за донаты это был формально стрим дискорде на 20 там на 40 человек поняли то есть это было внутри комнаты в дискорде вся четыре там у него завязался разговор с 14-летней девочкой из оклахомы как это бывает в 14 лет знаешь и сам потому что тоже такой девчонкой был в этом возрасте тебе кажется что против тебя весь мир родители гнут свою линию и к тебе не прислушиваются а в школе над тобой издеваются но брэдли был совсем не таким они начали общаться и он оказался очень добрыми понимающим впервые за долгое время девушка нашла человека с которым можно было говорить по душам она рассказывала что живет с мамой одна а из домашних животных у нее есть любимая черепаха они обсуждали школу игры отсутствие друзей и всякие секреты но брэд если у вас нет друзей чем искать их в интернете хуй пойми где лучше зайдите ко мне на стрим и сидите смотрите мои стримы и практика показала что лучше друзей сято тоже не искать вам ребят просто сидите смотрите стримы довольные и все году хотелось большего хочу видеть его фигуру вот ребят смотрите вот он вот если у вас вдруг такое случается что вы у вас нет друзей вы с кем-то общаетесь да кажется вам мило все классно и потом вот начинаются такие сообщения сразу в черный список сразу в черный список все нет смысла продолжает вот тут что-то говорить если вы просто хотели пообщаться и тут такое началось сразу черный список и просто без объяснений не жалейте себя не жалейте свое время ребят и человек к этому времени он уже стал для нее близким другом можно сказать у нее случился настоящий онлайн роман она подумала что он заслужил увидеть ее фигуру и нет ничего страшного в том чтобы отправить ему свои нюц что она и сделала и следующие две недели превратились для нее в ад поначалу брэдли пробки холоде и она не могла понять что случилось она боялась потерять того кому она всецело доверяла и говорила что готова ради него на все и брэдли ответил он попросил ее вырезать ножом у себя на бедре его псевдоним таким обычно занимаются бдсм щеки и называется это катинг чтобы доказать ему что он ей не безразличен она это сделала и тогда брэдли успокоился но ненадолго следующим заданием было выпить воду из унитаза и и розовые очки разбились брэдли не мог заставить ее сделать такое ведь он же ее любит это было похоже на какую-то глупую подростковую шутку поэтому она отказалась он сказал что если она не сделает то что он приказал то ее люци увидит вся школа а из-за фоток с порезами на бедре и и отправят в психушке поэтому ей пришлось подчиниться но все и вот во первых ребят никогда послушайте вот внимательно да все вы вырастите да у всех вас будут парни не отправляйте свои фотографии ну вот даже если там нравится вам парень пиздец вы думаете это ваша единственная любовь все ну вот береженого бог бережет да пусть даже ты от ист ну не надо просто не надо не стоит он не сломается от этого если вы встречаетесь все равно будет будет все у вас в порядке и блять без фотографий лишних понимаете и не бойтесь кому-то что-то сказать если вот возникает такое что уже случилось что наследили в интернете не стыдитесь скажите родителям там отправят кому-то не отправят просто это зайдет дальше и хуже будет я одна не понимаю прикола с голыми фотками кому-то кидать даже любимому человеку да вообще нахуя их делать и держать в телефоне ну нахуя их делать держать телефоне бля не знаю ну во первых допустим я я свою форму фоткаю потому что блять нихуя себе то есть тут уже это мотивы каждый лично у каждого свои тут как бы не понимать тебе это не знаешь что короче это все субъективно а по поводу отправлять кому-то так это влюбленных не судят но просто рекомендация если да если вдруг меня кто-то слушает она звучит именно так не жопу женах у мне жопу фоткать еще и и качаешь или это детский лепет по сравнению с тем что было дальше следующим заданием от брэдли было обезглавить ее любимую черепаху прямо во время онлайн-трансляции на которую он позвал своих друзей она ревела в истерике и держала в одной руке черепаху а в другой нож концу подходила вторая неделя ада от нее на все конец брэд озвучил последнее задание после которого он отстал бы от нее навсегда ей сказали залезть в ванну и сделать так чтобы вода полностью стала красной через дверь мама девушки услышала приглушенный голос дочери которая с кем-то разговаривал как оказалось разговоры в ванной это не худшее чем там можно заниматься к тому времени все тело девушки было уже в порезах и останавливаться она явно не собиралась но удачный тайминг и жизнь была спасена а теперь представь что на ее месте могли бы быть твои младшие брат или сестра скажешь это невозможно да они не из тех кто по треке лсп прыгают с крыши да и они точно не стали бы общаться с какими-то незнакомцами из интернета и уж тем более скидывать им фоточки ну что же так думали все именно поэтому брэдли никого не заинтересовал девочка подверглась буллингу ну и что бывает это же дети пройдет еще два долгих года прежде чем фбр заберет тот самый телефон у девочки из оклахомы и займется расследованием так что впереди у него еще очень много времени чтобы творить вещи и по ужаснее но тогда брэдли еще не знал что ровно теперь спать свой цифровой для ребят не надо волноваться я вам сказал просто несколько шагов которые надо делать в интернете это во первых не нажимать ни на какие ссылки до странные даже если не странный проверять это 1 2 не скачивать ничего на свой компьютер и 3 не надо никого в интернете оскорблять в наше время все все понимаете и не надо ничего бояться смен и ты кстати тоже его оставляешь сайты анализируют не только куда ты заходил но и сколько пробовал на странице на каком месте ты задержал курсор твое разрешение экрана операционная система местоположение часовой пояс и язык и это ты еще буквально не успел сделать ничего есть даже небольшая игра где описывается каждое действие которое сайт получает о пользователе ссылочку оставлю у себя в телеграме и вот один из вариантов хоть немного себя замаскировать создать свой собственный островок где ты царь и бог и тебя не достанут сделать это можно например создав свой собственный сервер для чего он тебе еще нужен помимо маскировки для чего угодно примерно год назад моя младшая сестра скидывала свои фотки какому-то педа увидела случайно их диалог только спустя две недели общения ей 7 было вот я это не модерируется как нахуй вообще как можно давать детям телефоны сейчас ну не модерируется это бля телефон лет с 12 только с 13 это после долгих долгих бесед но не в 7 7 это ipad и плюс мультики все максимум это лучше телевизор нет дерзай дискорд конечно банил аккаунты бреда но это больше походило на игру попади в крота потому что вместо удаленных он просто создавал новые количество единомышленников бреда постепенно росло его движение стало называться просто 7 6 4 оказывается очень много людей хотели посмотреть на плитки основное место сходки дискорд и телеграм там участники сообщества обменивались видосами с убийствами животных с селф-хармом и прочей чернухой там же стали появляться и другие похожие каналы в своих названиях они очень часто использовали так называемый язык лид это такой стиль написания когда буквы заменяются на похожие цифры такое еще любят создатели крипипаст потому что такой язык выглядит так будто мы что-то хотят скрыть и зашифровать ну или просто для того чтобы пройти цензуру на ютубе все эти группы отличаются своими если так можно сказать фишками вот например орден девяти углов он конечно был и раньше но просто как-то особо не отсвечивал зато вот сегодня раз свел до их символ выглядит так будто бы кто-то очень пьяный пытался нарисовать звезду давида и забил но они сатанисты причем худшем смысле этого слова и этот сатанизм у них еще как-то сочетается с радикальным национализм в общем такие вот сатанисты нацики я вот решил поискать подобных людей в открытом интернете и что ты думаешь даже на озоне есть аккаунт некого владимира который покупает тетиву для арбалета в бдсм одежду и внимание зачем-то детские банки для волос 4 года появился для меня тоже телефон появился лет в шесть я вы терял раз 20 и пользоваться начал лет в 12 интересно зачем они ему и даже на книжном ресурсе есть человек просто мне он в моем возрасте тогда был не интересен что можно было сделать ничего в 12 так полазил подумал можно поиграть в нем это там скачал игру какую-то платно на 200 рублей попал мне там мама мягко объяснила то что так больше делать не надо век с аватаркой ордена девяти углов в его избранном книги порно рассказы где есть фразы про мужские руки держали ее молодую грудь и всякое тому подобное и как ты думаешь кто из них позер а кто и правда к чему-то готовится прячась при этом за скрытым аккаунтом кстати вся эта движуха уж подозрительно сильно напоминает популярные несколько лет назад синий кит и группы смерти где также конечной целью был суицид игрока тогда конечно началась массовая истерия начали вводить какие-то новые законы и даже путин выступал по этому поводу преступники а иначе их не назовешь прежде всего нацелены на подростковую и молодежную аудиторию это я и мы потому что этой аудитории легче манипулировать команда но между ними есть много отличий например в синем ките тебе давалось 50 заданий по одному заданию на день и вот у меня вопрос а что это за такой подросток с депрессией который не задолбается выполнять 50 заданий на мне кажется он скорее будет готов ввести курсы по продуктивности какие уж там суицид еще игроки синего кита должны были сами оставлять хэштеги чтобы потом кураторы могли их по ним найти то есть это буквально самые ленивые преступники в мире и тут сразу логичный вопрос а кто в здравом уме согласиться убивать свое домашнее животное или вырезать на себе никнейм какого-то хуеплета из интернета оказывается много кто просто нужно знать где искать например на саундклауде если у человека очень депрессивный плейлист звучит немного притянуто за уши да но на самом деле найти таких людей гораздо проще чем кажется вот например если ты откроешь века хотя тут уже сам факт того что человек там сидит говорит о том что кукушка немного не на месте так вот если откроешь века и вобьешь что-то мистер китти автор дарк супер слоу то увидишь много плейлистов от авторов обложки и и и и и и и и и я что блять котируюсь что ли под это все которых обычно имеют суицидальный окрас ну а рядом уже будут и обложки с порезанными кровоточащими руками с одинокими людьми стоящий так именно крыше дома и так далее тут тебе и как сейчас модно говорить dream core вайб это неестественные и сюрреалистичные места которые по вайбу напоминают места и снов и вызывают непонятную ностальгию тревогу и дереализацию достигается это за счет эффекта аля фотки на сименс и лиминальных пространств вроде длинных коридоров пустых детских площадок и так далее если ты хочешь испытать дереализацию не знаешь что это такое то в свой телеграм-канал я выложу подборку таки у особо чувствительны дереализация может вызвать паническую атаку поэтому слишком долго смотреть не рекомендую но что касается обложек этих альбомов плейлистов то в целом тот факт что их автор слушает лил пипа и все еще ждет новый альбом который все сука никак не выходит еще совсем не значит что он суицидник но какой-то минимальный звоночек уже есть а еще можно посмотреть когда вообще в этот плейлист грузились песни ну то есть грубо говоря чем искать просто в интернете до жертву легче ну найти что-то похожее на депрессивные вайбы и скорее всего там в этом вот в этом вот помните там уж кто-то доводится с большим шансом чем просто в интернете не ну смысл имеет да ну просто допустим если я такую музыку бля не знаю начнем с того что я наверное перестал слушать музыку то есть сначала я слушал что-то типа у меня был свой плейлист какой-то с песнями моя музыка как он сет назывался сами послушал 6000 раз такие песни вот такие вот вот такие вот какие-то их прям самого старого добавлял грустный такой был наверно году 18 но они слушал уже их наверное лет обновлен 28 винда 2022 года и тогда действительно был так вы знаете такой немножко ну когда слушал их до такой немножко воздушным то есть музыка на самом деле влияет на ваше состояние потом я перешел сном мне стало сложно то слушать то что начал понимать английский язык я перешел на какие-то знаете типа на лоу-фай вот такой потому что я делал видосы мне надо было чтобы мне просто что-то шло на фоне бесконечный меня это не закап ну не заебывало поняли чтобы я не понимал слова чтобы их не было я просто слышал какую-то потом я перешел на вот вот такую хуету всякую но я не могу назвать ее какой-то депрессивной она скорее такая для меня больше воодушевляющая какая-то заполняющая наоборот допустим то есть если как-то грустно ты вот слушаешь и это как будто не один привет мне в десяти лет писал крит в вк и просил фото без майки я верила но испугалась и в чс его малыш ты испугалась ну смысле фейк писал чего не поняли что ли а мне где тоже фейк должен написать ну какого-то с ума сошла почему-то не в бане но ты короче вот эту музыку слушаю думаю бля ну ну я слушал слушал ее и как бы она не вызывала мне депрессивных она наоборот больше как ну поддержка выступала то есть а есть люди которые добивают себя музыкой это правда что музыка влияет на ваше настроение это правда и людям нравится страдать людям нравится состояние грусти под она такое поглощающее потому что легче быть грустным чем поддерживать себя в тонусе потому что чтобы поддерживать себя в тонусе надо стараться почему ну дэд инсайда модно быть дэд инсайдом просто делать нихуя не надо ты просто чмо ленивая никому не нужная и таких много и они находят друг у друга поддержку а чтобы быть в себе чтобы быть в тонусе чтобы других людей как бы так сказать подбодрять это надо постараться это надо это надо прикладывать какие-то силы поэтому это не модно потому что это тяжело да лежит город кровать слушать грустную музыку не знаю я из этого вырос то есть как бы я допустим уже головой понимаю что если мне грустно я не буду слушать грустную музыку чтобы мне было хуже то есть у меня грусть это порождение каких-то действий которые меня из грусти выведут то есть я смотрю на это больше как знаете на квест то есть если я грустный значит есть какие-то вещи которые надо сделать чтобы в грустном быть перестать а не то что я грустный вот я буду каждый день грустный вот выйду сегодня дождик буду гулять слушать музыку такую думать обо всем да не нахуй это надо я лучше что-то сделаю чтобы грустным быть перестать но тогда так в целом если брать большинство да они слушают грустный трек чтобы себя добить это это еще со времен школы у меня идет особенно девчонки девчонки часто слушают музыку какую-то такую чтобы себя подобивать посидеть я я вообще удивился у девчонок есть такая история чтобы включить музыку поплакать то есть это вообще бля ебать вау 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 ну вы крутые нахуй если совсем недавно то можно понять что его автор сейчас находится в меланхоличном настроении а следовательно и манипуляции может поддастся немного легче ну или поймешь что ты уже опоздал создавая такие плейлисты и желая показать всему миру свои чувства подростки даже не догадываются что это все равно что выйти на балкон и крикнуть ключи от дома под ковриком меня не будет дома до утра ла учит а еще можно не страдать решить свои трудности а потом автоматически оставаться в тонусе и радоваться в жизни что-то сделать для себя и перестать тратить энергию на ну бля ребят это это как обычно словах понимаете все мы воины ебанутые но на деле жизнь это жизнь и один день и я тоже знаете включу грустную музыку и пострадаю когда мне плохо понимаете ну просто как бы не надо чтобы это было систематически надо все-таки уметь держать себя в руках потому что в конце концов у тебя есть только ты сам в конце концов как бы если ты сам не научишься что-то делать для себя самого значит никто тебя не научит и ни у кого ты не научишься понимаете давай неуемную тягу козлу и целый вагон грусть она должна быть просто ее надо уметь направлять нужное русло и опять же если ее всегда направлять в нужное русло то ты вы горишь понимаешь поэтому иногда надо позволять себе погрустить просто знаете все хорошо в меру свободного времени то что мешает этим маньякам методично писать им всем а главное в отличие от синего кита члены 764 не сидели и не ждали когда к ним кто-то придет они действовали сами еще детей ищут в роблоксе и майнкрафте и нет это совсем не родительская паранойя чтобы увидеть кучу пользовательских скинов для персонажей с открытыми отсылками на cp и пентаграммами не придется даже особо приглядываться вот например двое игроков с кастомными скинами и никами 764 в имени а у одного из них вообще футболка с надписью i love cp cp это если что международная аббревиатура означающая центральный процессор ну а некоторые stalker и 764 шли еще дальше и сами создавали темы на реддите посвященные например лгбт депрессии или анорексии и там вербовали людей скажем как не самой устойчивой психикой то есть понимаешь да буквально ставили капканы и ловили в них жертв для этого у них даже есть специальное слово груминг и нет речь тут отнюдь не о новой стрижке твоего дружка если по-простому то груминг это пикап несовершеннолетних но только в отличие от классического пикапа в конце ты получишь не 10 циферок заветного номера настолько же но строгого режима но удвижение бреда свой особый груминг и даже есть методичка с советами о том как манипулировать эмоционально слабыми и уязвимыми подробно охуеть вы представьте агрессивная манера ведения разговора при использовании данного приема манипулятор берет сначально высокий агрессивный темп прежде чем бессознательно сломливает волю оппонента мнимое непонимание в данном случае определенная хитрость достигается следующим образом манипулятор ссылаясь на выяснение для себя правильности только что услышан сложное соглашательство в этом случае манипулятор как будто соглашается информация получена от вас на ту жену и свои коррективы по принципу да да все так но провокация ебать простками потому что дети но это дети для них нужны свои темы и свои манипуляции не будешь же ты с ними обсуждать как сегодня устал на работе какие магазины ходить они это не понимают они не работают одевают их вообще родители ну и по сути что мы имеем сообщество самых настоящих преступников с манящими наклонностями объединилась и стала друг друга обучать такой вот получается коворкинг ну и как только жертва находится то сразу же начинается поэтапный шантаж интересно и тут надо понимать что никто не начинал переписку со слов да и сучка а ну-ка давай ты парни уж себя ножом а я посмотрю в гайде написано что жертву нужно сначала окружить максимальным вниманием и заботой выслушать поддержать вот видите ебать это то это тактика понимаете и всегда быть готовы прийти на помощь хищник должен внушить что он один единственный кто ее понимает больше таких людей нет манюцы нужны ему очевидно для шантажа как поняли да то есть это буквально тактика даже памятка есть у этих идиотов они втираются в доверие они создают впечатление что они на вашей стороне и потом они манипулируют блять таких людей нет манюцы нужны ему очевидно для шантажа как только он не получает тот же момент у грумера появляется козырь постепенно жертву нужно довести до эпизода например чередовать поддержку с холодом а любовь с грубость короче качели да ими то есть проще говоря подсадить на эмоциональные качели надо вывести ее из равновесия настолько чтобы у нее случился срыв нужно это потому что именно в такие моменты человек становится легко внушаемым и им легко манипулировать вы слушайте внимательно это то это буквально вам рассказывают раскалывать орех тем как можно манипулировать но дальше вами ну вот большинством что уже слушайте чтобы понимать в какой момент вдруг кто-то у вас в интернете начнет этим заниматься у кого на что хватит фантазии некоторые придумывали и более мерзкие задания чем просто нацарапать на себе никнейм например один участник заставил свою жертву съесть прахи отца в видеочате важно понимать что если ты будучи грумером находил неизрезанную девушку у которой ты был первым то это автоматически давало тебе уважение и статус внутри комьюнити потому что это значило что твои скиллы манипуляции на таком левеле что ты смог втянуть в это ни в чем не повинную девочку а для многих из 7 6 4 получить статус было равносильно желанию потерять девственность потому что если она уже до тебя вырезала один а то и два чьих-то ника ну значит она их чуть ли не за рафаилки делает и особой чести тебе это не дает ну а довести до суицида который был бы снят онлайн это то о чем мечтает каждый из них идеальное преступление ты всего лишь никнейм в дискорде а твоя жертва все делает сама а если жертва отказывается то и ее ждут последствия и стоит отметить что в некоторых случаях грумера действительно отправляли все эти материалы в школы и даже использовали сватинг это когда грумер звонит в полицию и говорит что по такому-то адресу человек готовится к теракту и вот ведь совпадение адрес это как раз таки жертвы разумеется что органы игнорировать подобные заявления не могут и приезжают с визитом и вот поставь себя сейчас на место такого подростка то есть на это ведутся только девочки не только на них целятся мне кажется да ну мне кажется целевая то есть они целятся на девочек до в основном но почему то мне кажется что ну во первых то давайте наверное начнем с того что скорее всего психопаток женщины их меньше чем психопаток мужчины с вами это уже обсуждали на прошлом стриме во вторых мне кажется мальчики бы велись проще на эту хуйню на всю то есть если бы была какая-то в интернете девушка которая заставляла будут это делать почему-то мне так кажется но благо женщины таким не занимаются в основном отправил свои нюцы непонятно кому вырезал на себе его никнейм ножом отказался выполнять следующий задание и вот к тебе ночью уже вламывается полиция думаю представляешь какой это стресс и психическая травма для такого подростка ну а заранее отвечая на твой вопрос неужели так легко можно манипулировать людьми да чем больше живу тем сильнее убеждаюсь что очень многое в нашей жизни происходит очень легко и просто например очень легко и просто можно обменять крипту да или какие еще направления обмена у них есть а спойлер кого-то не удержание становилось все больше дискорд отчитался что за один только год они удалили 34 тысячи учетных записей связанных с группой 764 и если маньяк в городе может выцепить лишь по одной жертве то грумер может писать хоть десяти девушкам одновременно прям как парни на тиндере только замыслы у них совсем другие их стало настолько много что некоторые телеграм-каналы стали использовать бота который запрещал бы пользователям связанным с 764 вступать в их чаты но когда они все-таки умудрялись вступать то появлялась соответствующие уведомления типа известный педофил вступил в группу ну а сейчас самое интересное как их ловили давай расскажу историю как это было с пользователем под ником manhas все на том же дискорде он хоть и не был участником 764 но история его поимки очень показательная в один день он написал в чате что убил свою бабушку и маму все сочли эту злой шуткой до того момента пока он не отправил фото участники чата пробили фотку с мертвыми телами по всем поисковикам и даже в глубинах интернета но совпадений не нашлось а значит она была сделана впервые а семейное фото в его профиле подтвердило что люди на фото и есть те самые убитые затем он написал что ждет свою сестру которая придет через пять минут и отца который приедет через час а потом он их тоже убьет он сказал что убийство планировались три года а в конце он собирается собрать все тела вместе чтобы сделать еще одно групповое фото у группы в дискорде был буквально час чтобы найти этого человека пока он не совершил задуманные все что они знали это то что пользователь с ником менхас живет где-то в канаде айпи адрес который они смогли найти используя его учетку в скайпе совпадал с канадой и указывал на город торонто правда это все еще не давало его точный адрес но мэнхас сам того не зная помог своим преследователям он сказал что деньги ему больше не нужны и он хочет раздать их тем кого в этом чате считает своими друзьями и отправил свою денежку через paypal а мог бы в крипте была бы еще одна отличная подводка к интеграции который не будет посмотрев на платежи поступающие с его счета участники чата нашли домашний адрес и вызвали копов его поиск занял всего четыре часа правда к этому времени он уже все таки успел убить своего отца последним его сообщением была полиция уже здесь до свидания как оказалось это был обычный домашний паренек который поступил в университет но на первом же курсе его отчислили и чтобы не расстраивать родители он их убил буквально просто слов нет он три года ходил вместо университета в торговый центр убивал там время а затем вернулся домой и убил своих родителей как пришло время показывать выпускной диплом причина чтобы родители не узнали какой у них жалкий сын сам же он называл себя ничтожеством и недочеловеком что ж тут мы с ним согласимся ну и мы в очередной раз убедились что найти человека в интернете реально и сделать это могут обычные люди они спецслужбы но что касается минхаза то он сам хотел быть пойманным а вот обычные преступники не хотят если говорить о ловле насильников и грумерах то есть алгоритмы машинного обучения которые анализируют огромный массив данных соцсети форумы и чаты они находят особые модели поведения которые характерны именно для педофилов прям на изи это делается социальными сетями начиная от твиттера и заканчивая инстой выглядит это так при помощи специальных программ находятся определенные фразы или так называемые собачьи свистки это обычные слова с двойным смыслом которые поймут только те кому это надо я о них уже рассказывал своем ролике обезьянах но вот например цп словарики педофилов это еще и чиз пицца поэтому если кто-то слишком долго обсуждает ее в комментариях то это уже повод задуматься все публикации страницы и комментарии где используются эти слова автоматически сохраняются в базе данных и остается они там даже если эти сообщения или пост будут удалены самим пользователем самые подозрительные пользователи идут на ручную обработку и там уже фбр-овцы сами сидят за ноутбуками и пытаются устроить с ними встречу в реал лайфе и касается это кстати не только переписок есть программы которые присваивают изображением и детским видосом цифровой отпечаток который позволяет отследить появление этой фотографии или видоса даже если из нее сделали копию обрезали или немного изменили так можно отследить в какой группе эти фотки или видео всплыли впервые поэтому лучше никому не отправляй свои смешные милые фотки где ты пухляш с мелким писюном это я если что про тебя настоящего но детские фотки тоже лучше не отправляй но все про что я сейчас говорил касается в основном престарелых педофилов которые хотят совратить маленьких мальчиками согласны с ними на личную встречу даже не догадываясь что вместо мальчика придет дядя форме но беда в том что члены движения 7 6 4 действовали онлайн и ни на какие встречи идти не собирались все что им было нужно они делали в анонимных мессенджерах поэтому ловля на живца в условиях осторожной работы грумеров и 7 6 4 до особой пользы не имеет поймать их может помочь лишь только чистая случайность и хочешь верь хочешь не верит на такие случайности происходят в январе 2024 года стал вирусным один ролик на нем какой-то человек угрожал автору видео пистолет бля вот двое кухня да с мессенджерами что она не что они анонимные как будто бы блять лучше бы не были да ну то есть тем людям которым скрывать нечего от закона им скрывать нечего от закона правильно но преступников хотя бы легче станет ловить и психопатов вопрос не замуж ты не глубоко задумывался но допустим но анонимность от закона что есть она что есть что нет я и блять ничего такого не обсуждаю нахуй летом их пыталась рот да и в принципе люди это сказать что никакая переписка не является личный не понял если законно решать всем пущу там с друзьями обсуждать ну да я тоже об этом разнять женщина но ситуация обострилась и в итоге человек выстрелил автор видео выбежал из дома и упал и было видно что на полу кровь приехавшие копы убеждали стрелка выйти из здания и сдаться и по итогу он сдался только выстрел себе в голову потерпевший которого звали кайл спиц выжил пуля лишь немного отстрелила ему ухо он дал интервью и как оказалось застрелившийся мужчина был другом его матери и в тот день они как раз были знатно упороты мать тоже была на видео именно она пыталась их разнять застрелившегося недоощема конечно же сразу забулили а парня поддержали но сочувствие очень быстро закончилась потому что кому-то лицо кайла спится показалось очень знакомым оказалось он был членом движения 764 и загрумил очень много несовершеннолетних но все это каким-то чудесным образом проигнорили но потом кайл опубликовал еще одно более страшное видео на нем мать лежала мертвой на полу в гостиничном номере а все просто не были в крови как видишь тактика звоните когда убьют популярно не только в снг так что сработало и тут кайла спится арестовали но как оказалось чуть позже его мать умерла от печеночной недостаточности из-за передоза всем нам хорошо знакомого фентанила из-за этого ее и вырвал вообще не знаком на пола крови но никаких других троп да тут конец уже все они ныть а у нее не было но зато вот это стало отличным поводом чтобы проверить телефон кайла и вот там вот нашли не хорошо тогда иди нахуй преимущественно с детьми за которые теперь он и сядет но опять таки произошло все это по случайности не случись первого видео где в кайла стреляли и не узнай некоторые случайные пользователи в нем грумера он бы так и продолжил этим заниматься и дальше ну а тем временем с того страшного случая с девочка из оклахомы и ее черепахой прошло уже два года за это время на еще одном стриме брата человек повесился а другой выстрелил себе в голову и вот тогда им уже заинтересовались фбр брэд был найден по айпи адресу а цифры 764 которые стали сакральными оказывается были просто первыми тремя цифрами почтового индекса стивенвилля города откуда брэд был родом а теперь ты наверное хочешь узнать как выглядит это зло в чистом виде ну что же томить не буду брэдли кейденхед ну вот прям дьявол воплоти да как просто это чумо затрипанное блять ну ты в школе пиздят сто процентов когда он основал движение 764 ему было всего 16 лет на дали ему все 80 причем его адвокаты даже отказались от суда присяжных видать понимаешь что никакого снисхождения в суде они не получат его отправили в тюрьму строгого режима в техасе и судя по отзывам с заключенными обращаются там не очень хорошо как становятся такими ублюдками врожденное ли это непонятно по виду он напоминает задроты над которым все издевались а он сублимировал всю эту злость и темень которая была внутри него если начать копаться в детстве бреда то выяснится что он начал смотреть порно 8 лет но наверное все мы видели порнушку примерно в этом же возрасте то быть может кто-то даже и раньше но маньяками тем не менее не стали бред сказал что впервые он стал одержим сценами насилия в 10 лет и с возрастом это только росло играя в майнкрафт он нашел человека который разделял его взгляды и так он понял что он такой не один чуть позже он увлекся жестокими видео затем в 13 лет он угрожал расстрелять школу после чего его отправили в центр заключения для несовершеннолетних и там он подсел на сиропы от кашля то есть любил побаловаться лином это просто псих маньяк бляди я подробно читал все что мог найти об этих людях в интернете потому что мне было интересно какой момент их жизни что-то пошло не так да мать того парня в которого стрелял отчим сидела на финтанили и от него же и умерла но его отец был на очень неплохой должность не знаю вот вот долго можно искать винов виновных до в том что люди становятся такими людьми но есть же и много других людей которых булили в школе там над которыми издевались или еще что то там да и много из них ничего не становились маньяками мне кажется все же это в голове что блять все же это все таки это какой-то именно психоз какой-то сдвиг в башке насти и свою семью любил то есть брошенным этот чувак небо ни в одном судебном разбирательстве членами 764 не упоминалось о том что они пережили какую-то серьезную травму или унижение в детстве творят чуть ли не библейский уровень зла они умудрялись скрывать это в своей повседневной жизни но даже без своего босса движение 764 только росло более того некоторые из них стали выходить из онлайна в оффлайн или же в реал лайф или же на улицу другой участник их группировки под ником войс из убил пожилую женщину во время прямой трансляции в дискорд и как он сказал я совершил преступление только для того чтобы дать контент внутри группы на его теле было несколько катов и один из них как ты думаешь 764 на предплечье то есть он и сам ранее был жертвой я думаю что таких ребят много вспоминаем тут аналогию о том что самые кровожадные люди это те кто и сами пережили травму вряд ли эта история когда-то закончится на место бреда обязательно придет кто-то новый и неважно что в сша за это собираются давать вплоть до пожизненного неважно насколько строгим будет наказание потому что безумие это не преступление тут все работает иначе теперь участники их движения и многих подобных движений просто будут прятаться лучше но не в даркнете на по-прежнему в самом обычном клирнете где сидим мы с тобой а контент их станет просто лучше котироваться и больше цениться а теперь скажи мне точно ли ты знаешь с кем сейчас в интернете общается твоя дочь племянница сестра или брат ведь пока шел этот ролик кто-то уже точно написал сообщение молодой девушки ебать в руби страшно что страшно блять ты сидишь дома перед монитором смотришь мой стрим ты блять в жизни не узнаешь что такое darknet нахуй ты даже наверное дискорда не имеешь у тебя даже компьютера нет ты сидишь с телефона смотришь что тебе страшно сиди смотри узнаешь хоть что-то полезное ебаный в рот не всегда же мне тебя лайком кормить идиот от маленького нахуй сиди слушай ушами сука впитывай информацию родители не объяснят я объясню ебаный в рот блять сопля стрёмно блять не надо очковать ничего с тобой не случится у тебя лето три месяца финис эфир бы посмотришь не но видос вот с точки зрения и поучительности с точки зрения осведомленности очень хороший правда очень хороший лишний раз задуматься может кто-то даже может кто-то даже себя может даже кто-то сейчас и предотвратит после вот этого видоса ситуацию какую-то у себя может с кем-то он общается и что-то он заподозрит после этого видоса что с ними так уж и чисто общаются так что для ребят этот я думаю хороший досмотрели может хоть вас не наебут теперь время не зря потратили пока видос смотрели